СДЕЛАНО В ВЕТКИ СДЕЛАНО В ВЕТКИ СДЕЛАНО В ВЕТКИ Ну, чем, собственно, отличился Ласковый Майк в своё время? Кто сейчас его в лицо? Не, ну, год очень, конечно, необычный. Время величайшей эйфории в обществе. Для меня, вот так, немножко, если отвлечься, для меня год очень событийный, потому что в начале года я был принят в Союз журналистов тогда ещё, СССР, а в апреле я получил квартиру, вот, отработав год и два месяца в редакции. Вот, фантастика, там, на заводах 10 лет, это было минимум, а тут... Ну, на разных заводах по-разному. Конечно, давали Хрущев, и там кто-то получал там квартиры на улучшение, вот, и досталось, парадокс был в том, что в этом доме я жил 18 лет, на третьем этаже, о, она во двор, хотя бы 86, а потом я ушёл в армию, жил, ну, переехали родители, и умудрился получить квартиру в этом же доме, в этом же подъезде, только, о, она были на улицу и на пятом этаже, вот. Там же, на Кляпском 86. Да. Ну, вот такое было время. Разрешено всё, что не запрещено. Вот был такой лозун. Он как раз где-то в это время и появился, да. В Иосах, тогда ещё не Роспечати, а Союз Печати, расхватывали толстые журналы с публикациями о сталинских репрессиях, о дедовщине в армии и других запретных темах. Вот даже люди скупали переплётные... И вот толстые журналы, которые вот до того они... Знамя, Новый мир, там... Сейчас даже не помню. И т.д. и т.п. Там была и Невая, многое было, да. Переплетали, вот читали Шаламова. Более того, скажу, Жень, там переплётные станки... Зачем? У меня дома из двух мясорубок был прекрасный совершенно пресс совершённый. Я очень часто зарабатывал тем, что вот эти вот вещи переплётные работы делал, в твёрдой корке подборки журналов переплетал. У меня тоже на даче вот полно переплетённых вот этих толстых журналов эпохи 88-го. Ну, а то сейчас читать. Тогда в типографии можно было купить всё для переплёта, станок отдельно. Ну, народ был шаирован. Вот мы, оказывается, плохо живём, а плохо жили не при Горбачёве. Просто об этом раньше не говорили. О той же дедовщине, об экологии, всё. А теперь стали отрывать, вот стали писать о негативе. И поэтому, в общем-то, публика была шаирована. Если выразить, опять же, двумя словами настроение 88-го года, то вот это спел Газманов «Я голодный, но весёлый и злой». Вот действительно, народ был голодный, весёлый и злой. Тогда даже Газманов пел что-то такое свободолюбивое. Вот поэтому народ метался от очередей за водкой до очередей за свежей прессой и до неформальных демонстраций и митингов против бюро-рати. О летору общества знания. Незабвенный Владимир Нилыч Сергеев читал лекции о самофинансировании и хозрасчёте перед комсомольским активом. Он всегда приходил и требовал доску принести. А в обкоме комсомола, вот у нас, комсомольское племя, это тоже орган был обкома. Нас на эти лекции Сергеевы приглашали. Он всегда требовал доску и писал там четыре буквы «Х» на ней, мелом хозрасчёт, что-то там ещё какой-то хоз, и всё. И вот ему для четырёх букв надо было где-то находить, из 22-й школы тащить. Но когда однажды ему в этом отказали, он впал, в общем-то, в неистовство. Вот был такой лектор, а то сейчас помнит, о хозрасчёте. Ну, тогда все об этом говорили. Даже зимой приезжал аномист, но считался аномистом некто Селюнин. Вот эту фамилию, может, кто-то и помнит. Хотя за наслоениями, за давностью лет уже не помнят. Это был... Ну, вот вчера профессор про динозавров выступал. Он менее был известен, чем аномист, который... Он говорил, что можно жить и не при плановой экономике, а вот действительно нас ждёт светлое будущее. И тогда на свет появился фермер Орловский. Вот кто-то, ой, фигура. Это был здоровый рожий мужик в Валенах или в Унтах, их-то с бородой, который вот выступал в Герцен и после Селюнина выступал про необходимость фермерства. А потом я встречаю его в редакции газеты. Урилин на лестнице, там сбоку, а то бывал в доме печати, слева-справа. Я стою у Рю, тогда ещё баловался, и смотрю, этот мужик вчерашний из Герцена, это, ой, обесураженный, идёт там по лестнице. Здрасте, я вас вчера слушал в Герцен. Он говорит, ну вот я ходил в Иросу-правду, хотел им про фермеров, а меня, ну, мы с ним оффредактор, Иросу-правду выпнул оттуда. Говорит, у нас алхозы есть там, не надо фермеров. Я говорю, да, пожалуйста. Нам вот была первая публикация, с той поры он задружился с нами, и вот можно сказать, что... Вот ты когда заговорил про Веснякова, не забывай, что этот же год, вот такой эйфоричный, всё в том же, не забывай, что в том же году, где-то по весне, в Советской России вышла знаменитая статья Нины Андреевой, не могу поступить со принципами, да, то есть вот как раз это было такое время, это ещё и вот это слово «злой», которое ты сказал, да, в том числе, оно тоже проявлялось, потому что начиналась ещё и дискуссия, как бы все люди радовались переменам, но далеко не все, опять же, то есть тут общество поляризовалось. Вот забегая вперёд, я скажу, что вот, можно сказать, я дал ему путёвку в СМИ, ну не только ему, но в частности вот Орловскому, дальше комсомольское племя, новый вариант, ГТР-авиатка, все паразитировали на этом Орловском, ой, нам ныне. Ну, что из этого вышло вот сейчас вот, что осталось вообще от фермерства, что осталось вот хозяйства Орловского, от его всех вот этих телепередач была целая серия, Лёшкин-Луг они назывались, вот надо бы финиш на какой-то, почему погибло фермерство, почему ушло такое начинание, не только были фермеры, а были-то и ассоциации, назывались ОР, ассоциации христианских хозяйств и кооперативов. Это люди впервые хотели заработать, они шли. Например, вот я знаю двух, в принципе, интеллигентов, это был музейный работник Сергей Филиппович Дмитриев, его жена была аж директором детского мира. Вот они уехали даже не фермеры, а в аренду в деревню Петровцы под Лькму куда-то, вот там было 100 телят в аренде. Раньше они были все несчастные, голодные, скелеты живые там стояли в дерьмище, в навозе, и туда возили вся их из колхоза от сумарок, кстати, возили там шоферов, воспитали детсадов, чтобы хоть кормить и всё. Они вдвоём взяли, выкормили, они вот заработали. Они были после Бухенвальда, наверное, выглядели сами, вот таще, чем эти телята, были при советской власти два этих арендатора. Вот этот председатель Лькоза, он сказал, что, чтобы больше меня, они заработали, посмотрел счета, урезал, и всё, его права не найти. Вот так это всё начиналось. Не так всё было однозначно, конечно, не только Эр-Этиры, но и Этиры появились в 88-м году, и всё это происходило под песни. В телевизоре невиданное дело на Утилуса, Пампилиуса и прочих ласковых маев. Ну, общий фон, сейчас мы дойдём до Ировы. В Ирове у нас самое интересное. Общий фон успеем сейчас. В 88-м в Польше бастовали тысячи рабочих араблестроительных заводов. Арестовано было семь руководителей профсоюза «Солидар». Ну, арестовали, арестовали, помогло, не помогло. Да, по-моему, в том же году они, наконец, переговоры начали, по-моему, уже к концу года, уже понятно было. Кто сейчас помнит, американцы и военные арабли, сбил иранцы и пассажирцы, и авиалайнеры в районе Персидского залива. Погибли 290 пассажиров. Вот и дела были. Сбивали самолёты с интервалами там. Часто, не часто, но случалось. На президентских выборах США победу одерживает республиканец Джордж Буш. Ну, ножки Буша достался. В конце года, да, в конце года это было. А по весне к нам ведь Рейган приезжал в 87-м году ещё. Да, а тут Буш. Ну, Буш победил его потом, да. Ну, вот завтра у нас событие. Завтра у меня товарищ один обещал исправно напиться, потому что он долгое время был там. А вот в 88-м, именно 15-го, кстати, февраля 88-го года, Совет и войска начинают поедать Афганистан, начинают выводить. Верно, начинается вывод войска. Для многих людей это, ну, трагедия, не трагедия, но события жизни. Да, и это дело. Ну, кто сейчас помнит, вот, но тогда это было эпохальное событие. 28-го июня начала свою работу 19-я партконференция, которая запустила процесс самоликвидации ЭПСС и распада СССР. Ну, не знаю, запустила, не запустила, там и без этой партконференции. Нет, ну, смотри, опять же, если говорить про партконференцию, ну, что она запустила? Во-первых, они изменили, произошла, по-русски говоря, как сейчас, конституционная реформа, да? То есть, изменение органов власти появился, было принято решение о создании, помните, это был съезд народных депутатов. То есть, у нас как бы до этого был просто Верховный Совет один, да, сейчас появился съезд народных депутатов. Ну, такое не совсем традиционное мероприятие, не съезд. И, кроме того, они же тогда решили, что у СССР должен быть свой президент. Было такое решение принято на этой конференции. Ну, еще раньше было объявлено осеногласность, смягчение цензуры, смягчение цензуры. Смягчение, да. Ну, тогда еще не отменили, что элиты существовали. Там кооперативы и все прочее. А интересно, вот эти делегаты 19-й партконференции, про них было велено писать в газетах, в том числе нам. И вот я ездил в Авиация Поляна, а тогда депутаты, это не так. Сейчас была рядовая продавщица из магазина «Фрукты, овощи» в Авиация Поляна. Вот она рассказывала, что вот, да, а что я там скажу, я, может, вот, мы были уже натренированы, а может быть, вот вы это, 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 там, хотите рассказать о будущей демократии об этом? Да, да, вот именно это я скажу. А может, вы еще вот хотите вот о том, как там жить? И опять же, если вспоминать эту 19-ю партийную конференцию, дело в том, что, опять же, делегаты на нее выбирались впервые в жизни на альтернативной системе. Это было требование Москвы, точнее. А в Кирове, естественно, это пытались спустить на тормозах, чтобы, значит, ну, как бы альтернатива. Да, есть там люди, проверенные, партийные, мы вроде их отправили, да. И по этому поводу были даже вот митинги людей, далеко не партийных людей, люди выходили с лозунгами, что требуем альтернативных выборов на 19-ю партийную конференцию. При этом сами они, естественно, ни в какой партии не состояли. Эта девушка, она по душевной простоте больше рассказывала о подробнейшей медкомиссии, которую проходили вот эти будущие делегаты, чтобы, не дай бог, там не родила во время конференции в зале, там не ступили, ой, там приступ, эпилепсия не случился, и все, в общем, не знаю, сейчас стали бы проверять, не стали. Ну, понятно. Ну, в общем, инференция не инференция, но процессы шли, империя, можно сказать, организировала, было издано все, за что раньше сожжали весь Солженицын, Пастерна, Замятин, Гроссман, Булгар, Платонах. Ну, шел фильм «Асса», мы уже говорили, в котором звучала песня «Мы ждем перемен». Вот по телевизору шли «Взгляд», «12 этаж», в которых показали совсем не то, что в программе время. Вот поэтому у многих был агнитивный диссонанс, расхождение, что говорят, одна жизнь, один мир в программе время, а интернета не было, совершенно другое. За окном, по-русски говоря, да. Ну, была принята, вот, кстати, институционная реформа в 88-м. Ну, тогда обошлись без народных голосований, там, без обсуждений. Ну, тем не менее, ядром стали, ядром этой институционной реформы стали выборы на альтернативной основе. Этого не было в стране с 2018-го года. Вот, и такая вот тогда была фраза, умозаключение. Вот в 88-м году кто-то из окружения Горбачева заметил, что в стране запустили процесс пересаживания стелегии на автомобиль, но при этом очень хотели сохранить систему управления в виде анута и вожей, и очень не понимали, когда это устарное детище горбачевского инструктивизма почему-то не слушалось, время нами ехало боком или задом наперед, а потом и вовсе начало разваливаться на глазах своих инструкторов. Ну, это довольно-таки справедливая реплика, мне кажется. Справедливая, но вот я думаю, если ее эстраполировать на сегодняшний день, то весьма и весьма, весьма... Похоже, во многом похоже это время. Как бы телегу, как бы не перемешивали, вот она едет не совсем прямо, нынешняя телега. Пленум ЦАЭПСС вывел Ельцина из состава политбюро. Ну, в его имени сразу создался Орел Героя-мученик. Героя-борца с системой, да. То есть его лично пленуме каким-то образом, тайно из прибалтийских каких-то средств массовой информации проникло в виде такого самоиздата на территорию Российской Федерации и перепечатывалось рукописным способом, из рук в руки передавалось. Я недавно эту речь перечитал, честно говоря, я так и не понял, что же там в этой речи такого было, что всех так сильно воодушевило. Да и у Ленина Андреева, собственно, ничего не было. Она написала, если бы вот такого не было бы пиара, и все бы массово не осуждали, то и не заметил бы. Это вот то же самое относительно этой первой неформальной демонстрации, в первой которой мы сейчас, вот, наверное, после перерыва подберемся. Но еще, если что у нас было, то начались локальные войны, это всегда вспыхнули. Райные империи были введены войска в Армению, Азербайджан. Ну, там как раз в этом году обострелась ситуация вокруг Карабаха, то есть, да, первые митинги прошли в Армении о том, что Нагорно-Карабах автономная область должна перейти в состав Армении. Начались погромы сначала на территории Армении, потом на территории Азербайджана. Резня началась. Это был Горбачевский, Гдлян, который сейчас помнит фамилию. Да, я даже имя помню, да, вот, прокурору. Ну, из прогрессивного, что был СССР, все-таки запустил два космических зонда ФОБОС для изучения спутни Ф-Марса, но следом на ФОБОС-1 случайно передали команду о самоливидации. Это бывало, но, тем не менее, опять же, если немножко так свести, космос и город Киров, то в этом году Виктор Петрович Сойных совершил очередной свой космический полет на Союз ТМ-5. С ним еще болгарин летал, Александр Александров. Трагедии года нельзя не обойти. Трагедии года три. Американских истребители столкнулись в воздухе, рухнули на землю во время воздушного шоу. Один из упавших врезался в толпу зрителей и взорвался. Погибли 30 человек, 60 получили ожоги и увечья. Да, вот землетрясение в Спиталье. Ну, это декабрь уже, да. Разрушен, да. Город был число, ну, вот считается 55 тысяч, но, судя по всему. Кстати, были организованы из Ирова поезда с гуманитарной помощью. Это отлично описано в книге писателя Евгения Мельчакова. У него там армянс и анабазис или что-то такое. Вот поезд с гуманитаром, там это гуманитаром по пути разворовывали. В Армении лежали кучи вещей, еды, продуктов, там палаты. Все просто подходил, а то там хватал. Перепродавали. Ну, уже было. И у нас из редакции, да, Юра Пуля тоже туда съездил на этом поезде. По большому счету, там, чем дальше они углублялись, тем было хуже. И в итоге бросили с вагоном проводниц, типа, сами выберутся, убежали на первый, попавшийся в обратную сторону. Если можно сказать, в Россию поезды умотали вот те, кто ехал с гуманитаром. А нам, по случаю спитака, удалось все-таки, мы организовали в Доме культуры Родина большой концерт. Причем это тоже был уникальный концерт, такой благотворительный. Он был организован без участия представителей власти. То есть это был неформальный большой концерт. Там участвовала Ваня Глухов с группой Попс Бюро. Там много поэтов. Там уже не помню всех участников. Вася Старостин был конферансье. Клуб самодельной песни «Начало» участвовал. И как бы все сборы тоже там на определенный счет мы отправили. Уж не знаю судьбу их. Но тем не менее, вот этот опыт такого неформального, организованного неформалного концерта, он имел место. Общество искренне прониклось. Это не было мерз. Это была реальная катастрофа. Потому что, да, вот сумма погибших, она варьируется. Кто-то пишет 25 тысяч, кто-то пишет 50. Но если там посмотреть, сколько было раненых, сколько осталось без крови, то это реальная была огромная мировая катастрофа. Ну, еще нельзя не упомянуть, что еще в одной трагедии года целый фильм снят. Фильм, не знаю, не понравился, бездарнейший фильм. Но семейная бенд-группа «Семь Симеонов» попыталась захватить пассажир и самолет в Иркутске. И при штурме практически вся семья Овечь иных погибла. Вот была расстреляна. Ну, вот времена, вот, ну, нельзя было. Ну, это вот вообще безумная затея, безумное решение о ликвидации. Ну, улетели бы они, ну, что бы случилось? Ну, видишь, тогда еще не было наработанной практики вот с этими угонами. И на Западе-то зачастую так же они заканчивались. То есть потом уже, кстати, в этом же году вот там один из угнанных самолетов... Величайшая трагедия, и не только семьи, но вот... Один из угнанных самолетов где-то с Северного Кавказа, ему дали улететь в Израиль. В Израиле спокойно их арестовали и вернули в Россию. Вернули, да и Турция возвращала, да. То есть к тому времени уже международные отношения довольно наладились. И вот благодаря отчасти Горбачеву, то есть это отношение как к империи зла, оно стало исчезать, и контакты шли международные. Ну, вообще, ладно, вот искреннее сочувствие было спито жертвам, но вообще какое-то такое было фантастическое дружелюбие города Ирова вот на фоне грядущего распада СССР. Все понимали, что что-то произойдет, а все регионы пытались усиленно дружить с районами, странами, соцлагерь. Я помню, постоянно приезжали и это поля, и из этого... Города Седельца? Седельца. Седельца воеводство. Седельское воеводство, да. Город наш собратьев был. Которые со скучными рожами сидели на всяких этих мероприятиях официальных, что-то там трындели, а потом азартно разбегались по городу, скупать шмот и увозить. Искренне удивлял вас, что... Они еще были очень полезны тем, что они обычно с собой, едучи в Киров, привозили большие запасы дефицита, то есть польской водки. Я очень их за это любил. И удивлялись, что у вас что, в Ирове нет растворимого офа? Я говорю, нету. И поэтому у меня одноклассник работал где-то в операции. Вот я даже... Меня делегировали за... Чтобы вообще не опозориться перед поляками. Кава по-польски. Кава, да. Мне было кавы утром угостить в редакции. И меня делегировали отжать эту баночку офи из-под полы где-то. Кроме соцлагеря дружили с районами. Были дни культуры и искусства на Манганской области Узбеистана в Ирове в 88-м. А сотни студентов учились с юга в наших вузах. В Толь-Эфпеде было, представьте себе, 300 узбекских студентов. А в сельхозе это было заселение. Так эти называли нацфак. А в сельхозе в Новый год на Красной площади ни одного славянского лица были все. Они учились. Они поступали по разнаряд. Эта часть сдавала замены там где-то. А тут, ну вот, охотоведы рассказывали, сдавали они замены. Это тыца гус. С нее получают жир. И преподаватель. Это все, что вы знаете о гусинообразных. Дорогой женщина, поставь мне три балла, я подарю тебе два барашка. Ну, кто-то там уехал, поднялся. Тем не менее, худо-бедное образование получали. В 88-м состоялись первые Петреевские чтения. И, кстати, вот в том же году Министерство культуры России утвердило проект охранных зон при застройке исторической части города. Да, что, в принципе, в определенной степени спасло от сноса. Вот, видимо, у нас много-много еще оставшихся памятников. Ну да, потому что в то время были как раз идеи о том, что целыми кварталами просто сносить все эти старые постройки. Эти события были центром мироздания для большинства. Это было на периферии жизни, потому что качество жизни стремительно падали. Газеты писали о вымывании дешевых товаров. Пол и магазинов стремительно пустели. Еще ведь действовал сухой закон. Продавали талонную водку в зеленых бутылках по 0,7 литра. Но к тому времени уже талоны научились создавать альтернативные, и немножко ситуация упростилась. То есть можно было подойти к магазину, купить за рубль талон, которого у тебя уже не было, зайти в магазин и по этому талону в этом конкретном магазине можно было по левому совершенно талону, по поддельному можно было приобрести алкоголь. Жень, прервемся буквально на полтора минутки, вернемся. Сделано в ветке Продолжаем наш разговор с краеведом-историком, руководителем Музея Вятского Государственного Света Евгением Питуниным. Сегодня мы говорим про 1988 год, и так незаметно... Мы вспомнили водку зеленого стекла, поддельные аталоны в больших количествах. То есть вот это зарождение нашей теневой экономики в чистом виде. Вот один известный художник дома. Ну там, да, то есть как бы по заказу уже конкретно братков, там уже магазины были схвачены, то есть конкретно у конкретного магазина стоял человек, продавал талоны, если ты купил их в другом месте, тебе в этом магазине не продавали, говорили, это не настоящий. А если брал у него, то там принимали его за настоящий. Нам было проще. Вот мы работали... А, в доме печати работали, да? В доме печати, который открылся в предыдущем году, в 87-м, там, естественно, там печатали талоны. Поначалу с... Ну всегда прогон идет, да, конечно, да. И поэтому там работники тырили эти талоны, и всегда можно было там... На дружеские ноги приходишь, а то им жалко, что ли, у них эти были метрами там талоны. Нам давали рулон талонов, мы приносили. Там надо было их порезать и пропечатать, да. Да, работала... Надо было печать поставить. Работала Юля Родневс, у нее мать была генеологом. Вот эта Юля носила талоны домой, и вечерами дома ставила вот эту... Гинекологическую печать. И мы ни разу не прокололись, потому что... Ну что там, замотанные продавцы... На магазинах там не провели, там ты что, там такая толпа шла. Им суету тут же наседают, там лишь бы зайти... Вот, ну, общество было пропитано политикой, чрезвычайно. Сейчас еще в меньшей степени, но общество тоже политизируется. И будет заполитизировано еще больше. Молодежь раскололась на формалов. Это были комсомольцы, афганские клубы, ну, чиновники и там, и прочее, и неформалы. То есть демократы, диссиденты. К ним же отнесли всяких этих металистов, пан-брейеров. Вот, кстати, я тут говорил с приятелем, вот тот раз, что у нас все-таки, может быть, я не был совсем точен, но когда молодежь воевали по территориальному признаку, там, машин с зеленой, там, с автобаном, с центром, там, с филеей, вот это было... Ну, район на район это было, да. В значительной степени, а в меньшинстве, я вот действительно не припоминаю, чтобы у нас и это, металлисты гоняли их-то пан-автобан. Ну, разве что там один на один, где-нибудь там за кафе-минутка, знаешь, сойдутся, так и то, по идеальным мотивам. Да, или в парке там где-нибудь вот встретят. Тогда же, как раз, 80-й год, это рассвет улицы Московской, тогда еще, ой, да, все правильно, улица Московская, да, вот эти все неформальные точки, кафешки. Собить главному событию года. Да, ну, там, я понимаю, о чем ты говоришь, оно было просто удивительное, то, что это в Кирове произошло, но ты говоришь, я поддержу, да. Основное событие года, распиаренное, вот если бы тогда бы на него не обратили вообще никакого внимания, оно бы прошло бы абсолютно незамеченным, даже по тем временам, а сейчас бы никто не вспоминал. И это люди прошли бы по улице Муны тогда еще и возложили цветы памятни у Ленина, но тогда это было первое, это был пик противостояния, это была первая неформальная демонстрация, то есть неорганизованная властями, обкомом партии там, ими застройствами свободными структурами, а просто вот люди собрались, и это люди непонятные, и решили провести для властей, это был шок. Причем самая интересная цель демонстрации была, это был день рождения Ленина, то есть люди сначала пришли к могиле неизвестного солдата, потом вернулись по улице Коммун и вышли на площадь и возложили цветы к памятнику Ленина, понимаешь? И началось тогда, ну вот... Так это началось это раньше, потому что еще когда только стало известно, что демонстрация пройдет, я был как бы, ну, где-то в середине этих событий, не был организатором, но был близок к ним, да, потому что организовывал все Сергей Бочинин, так сказать, его нефилософский кружок, там частично участники, нашего клуба тоже неформального в этом были задействованы, я был участником этой демонстрации, и еще буквально за несколько дней там вот работники соответствующих силовых структур, они обращались к людям, которые были замечены вот в этих всех коллективах, и как бы уговаривали их, что не надо ни в коем случае, подумайте там о себе, подумайте о будущем, вам еще карьеру делать и так далее, и так далее. Да, но тем, кто был совсем молод, тем, кто уже работал, например, я помню, что очень много там сотрудников учреждения культуры хотели пойти на демонстрацию там, да, но им как бы объясняли, что... Тем не менее, она получилась, на удивление, массовой, отчасти именно потому, что к ней заранее проявили вот такой... То есть обратный эффект, власти хотели запугать, а получилось... Ну, в принципе, вот опять же, с нынешним временем все это перекликается. Роль лидера принял на себя организатор вязкого, нефилософского, а Сергей Бочинин, ну все помнят его. Время времени он был грузчиком пятого хлебозавода, да, потому что Легуза уже уволили его, да. Уволен был за политические взгляды, потом был он, ну все по наблюдателю помнят, вот, а члены этого, они, Ружка, разработали листов, и вот интересные были лозунги. Вся власть советом с Лениным и Горбачевым против бюрократии, за социализм. Меньше бюрократии, больше самоуправления. Там дальше, спецспайи, спецбольницы, спецстоловые, спецхраны, народу. Пятое, Горбачев, гласность, перестройка, плюрализм, ну это понятно. Установить память жертвам сталинского террора в Ирове. Тоже был пункт, но в итоге это, опять же, с моей помощью удалось его осуществить. Потом даже был пункт, биохим, завод за черту города. И последний пункт, убрать стадион с могил героев революции. Речь про стадион Динамо. Это была актуальная тема. Но вот перед этим, интересно, не философс, и неформалы были, надо было собираться. Собирались где-то, был такой грязный забор за инотеатром Тябри, или на улице Московской. Нет, ну, понимаешь, я тебе скажу точнее, что уже ближе вот к этим событиям. Дело в том, что так как я тоже был участником неформального объединения, но у нас было удивительное неформальное объединение, которое получило свое помещение. Понимаешь, нам дали помещение в бывшем, ну, в Доме культуры строителей, тогда он находился рядом с типографией старой, помнишь? И постепенно вот все эти небольшие неформальные группы, понимая о том, что у нас есть крыша просто, где можно зимой нормально собраться и поговорить. И у нас наш литературный клуб очень сильно разросся к тому времени, да? Причем я на удивление, сейчас ведь говорят, что русские люди всегда на какие-то группы разбиваются, да? Тогда было наоборот. Единение. Единение, да, там монархисты, там, не знаю, металисты те же, там, философы, нефилософы, там, еще кто-то. Там этот Чапыжов-коммунистер. Чапыжов-коммунистер, да. Этот коммунарщик старости, Вася, все. Они как-то каким-то образом все собрались под одной крышей, поэтому это было гораздо проще. Сергей Бачинин, ну, просто читал, что Сергей Бачинин тоже член литературного клуба, да? Нет, вот я замечу не только у вас, но еще вот где был музей Комсомольской славы, он к 88-му году подсдулся. Это возле памятника террористу Халтурину, вот там. И там был дискуссионный клуб, там собирались люди и говорили, там, сменен бюрократ или там мэрия, там, ой, это тоже бюрократ, а этот вообще зло, а церкви не дают. И поэтому туда отправляли, ну, если не Сергея, то лектора общества, там, знаний или какого-то там специалиста с хорошо поставленным голосом, который брал на себя роль лидера и уводил обсуждения на нейтральные темы, типа, давайте обсудим, кто-то, ой, да было пофигу, кто-то, ой, было вот персонально кого-то назвать. А он захватывал темы, давайте обсудим, давайте все это. И еще было, это был такой полуформальный клуб книголюбов, они собирались в полуподвальном помещении, вот был гастроном физпереборов и напротив сгоревшего. Ну, там, там, там просто общество книголюбов располагалось, да, там Рожковский был, Пластинин. Там из-под полы, там, все это, и там собирались люди. И в итоге вся вот эта шобла... Шобла... Вот я еще раз говорю, что неожиданно, что вся вот эта вот разношерстная совершенно компания с разными диалогиями, они собрались... Они не кризис между собой, они все понимали, что они в противостоянии находятся. И вот они все собрались на демонстрацию, и появление в том числе самопальных листовок, наверное, с 17-го года, впервые повергло власти в пани у начальника ЭГБ генерал Вихрачев в паралитарские ЭП и ЭПЖЭ от ТАЛЛ демонстрантов восклицая. Я рабочий, завода Маяк, уважайте наши святыни, хотя все его в лицо знали. В лицо знали, да, потому что все с ним общались. Я сейчас смотрю на это место, стояли и на готове войска с оружием. Перед обкомом, вот где парковка машин стояла, шеренга поливальных машин, чтобы разогнать вот эту мирную демонстрацию. Вот меня отправили освещать посевную, ой-то район, но я быстро обернулся, я успел, несмотря на выходные дни, успел демонстрации. Я шел параллельно по Трутару в качестве наблюдателя. Мы шли колонной, на самом деле, на встречу, нам послали еще афганцев, да, чтобы нас контрпропагандировали. А помнишь, где они были, афганцы? Афганцы были во главе с функционерами, секретарем Гороком Самола Евгением Немтиновым и зав. отделом ОМОПАРТИИ Юрием Мельцовым. О, эти фамилии, они звучали и так далее, сейчас уже, конечно, забылись. Ну, Женя Немтинов, слава богу, так. Вначале чуть не закончилось мордобоем. Нет, там что, покажите, с чем вы идете, что это за... А потом посмотрели, вроде все за Ленина, все за социализм, нас дезинформировали. Нам сказали, что вы фашисты вообще тут идете. В итоге пошли все вместе, пошли все большой колонной вместе. Дошли до могил неизвестного солдата, ну, как до нашего памятника, там, на берегу. И пошли нормально уже на площадь. Все время к нам появлялись какие-то непонятные люди, вот, типа, знаешь, того же генерала КГБ, которые там пытались что-нибудь там... Наши святынии. Провокационное, нет, он еще с другой стороны шел. Здесь что-нибудь такое провокационное, чтобы какую-нибудь драку затеять или что-то еще. Ну, все были информированы, что ни в какие контакты не вступать. Ну, там, наверное, переодетых эргабистов шло больше, чем зрителей. Да больше, чем зрителей, что-то там все мобилизовано были. Потому что там смотришь, там и все работники обкомов, райкомов там всех-всех вытащили. Все так или иначе где-то шли либо рядом, либо со стороны. И вот я думаю, что вот не обратили бы внимания. Прошли бы, и никто через два дня бы уже не вспоминал про эту демонстрацию, тем более через 30 с лишним лет. И началась тут же, на следующий день, не угомонились, ведь началась кампания по очернению, везде по дезинформации населения. Я вот как раз вспомнил, что первая эта статья появилась, ее написал Николай Дмитриевич Поляков, он тогда в обкоме партии работал. Она была очень спокойная, она была выдержана как бы в московском духе, что в Кирове прошло шествие, там да, та-та-та-та-та. Там, да, то есть он очень корректно все это написал, но, видимо, этого оказалось мало. Видимо, прочитали, что ж такое, а где же наш ответ? Да, и дали задание гнобить, дискредитировать. И тогда уже началось. В комсомольском племени, вот Юра Пуля работал, он сейчас в Министерстве печати, вот он увидел грант статьи неформальными иногда. И это негодяй, молодежь за ними не пойдет, там отщепенцы, и это мутные личности, и все. И подписано там, актив редакции, вот он поднял бучу. Было импровизированное довольно нервное собрание, где, в общем-то, вся редакция отказалась подписывать эту неформальную МИИНУ, и в итоге статья вышла за подписью, ну, не буду называть фамилию, главного редактора и заместителя. После этого, видимо, там люди поняли, что сели в лужу, там стали, в принципе, оправдываться, что мы не знали, что я не знал, там, вот я подписал там, типа, не глядя, оказалось то и это. Ну, в общем, тоже не привело к желаемому результату. Вот так вот, да, так получилось, что, во-первых, это противостояние, оно очень сплотило людей, потому что уже буквально через пару месяцев возник в Кирове так называемый союз содействия перестройки, где уже формально все вот эти неформальные организации в одну большую силу объединились и стали работать все вместе. Так что вот... Ну, все? Наверное, я думаю, что у нас сегодня уже время подходит. Сейчас мы глянем. У нас еще есть пара минут, Жень. Ага, ну, чтобы не думать, что жизнь была наполнена только политикой, все равно была и светская жизнь, и люди там не только под эту водку в 0,7 зеленых бутылях жили, политика не могла заполнить всего объема жизни. Вот в Ирове в 88-м стали появляться первые видеомагнитофоны, импортные, кстати, которые стоили примерно столь же, сколько поддержанные жгули. То есть за 2000 рублей при зарплате, там, 300 рублей очень хорошие, 200 средние, можно было упить видеомагнитофон, убогий такой по нынешним временам, но вполне... Вот, но при этом же в обкоме Комсомоля была создана группа, которая просматривала видеофильмы, выдавала рекомендации. Вот это можно смотреть в видеосалонах, это нельзя, антисоветчина, порно-насилие. Вот цензоры вообще запрещали и музыку проигрывать, и на дискотеках и слушать Пинк Флойд, потому что музыканты спели, Рейган взял Ливан, Брежнев взял Афганистан. Вот, и, в принципе, вот цензура, хотя уже читали Солженицына, читали там Варлама Шаламова, читали Булгакова. Но в то же время за правду нужно было вполне еще получить срок, и получали, и получали. А также вот на видео смотрели хиты года «Креп и орешек», «Человек от дождя», «Молчание и гнят», ну, и на последок, все-таки самые гениальные хиты сезона я хотел начать с «Ласкового мая», но закончу, опять же, бессмертным хитом 88-го года «БГ», «Мочал» и «Эй, бегите все скорее», ведь я пою «Мочалкин», «Блюз» и «Старика Злодоева» тоже. В общем, Жень, все понятно, да. Было весело, весело. Но не надо жить в эпоху перемен, все-таки лучше жить спокойно. Спасибо большое, на этом мы сегодняшнюю нашу программу закончим. Встретимся в 89-м году. В 89-м году будет, так что ждите. Всего доброго. Сделано в ветке Продолжение следует...